шалом дорогие друзья в это утро мы уже находимся в германии мы только вчера вечером прилетели из польши итак дорогие друзья мы сейчас находимся в варшаве старом городе вот мы можем посмотреть вокруг находимся недалеко от царского или королевского замка мы проходим туда и я хочу сказать что сегодня бы поговорил о том что дворцы бывают разные и каждый король на этой земле или царь строят строил свой дворец многие в парламенте строят свои дворцы но ишуа говорит о том что его царство нет мира сего она на небесах дано отцом и поэтому друзья давайте будем искать его царство его милости его благости и помнить что бог у нас царь он есть благословенно во веки и мы знаем что он царствует в наших сердцах в этих богом сотворенным местом местом поклонения даже это место не называется царским дворцом а местом храма то есть святого духа потому что всех дворцах были какие-то заговоры какие-то злые участие каждый царь или дворецные пытались снять друг друга а в духе святого мы всегда имеем одну часть мир радость долготерпение благость я верю что в этом царстве бога нашего ишо мессии есть много мест для нас и в этом храме в котором живет дух святой он живет в нашем сердце сердце даже не каменным а уже платяном поэтому бог изменил нас чтобы мы изменяли этот мир польши были в одной из больших общин варшавы с пастором шестов зараба там служение идет три служения в неделе в воскресенье церковь больше тысяч человек то файда уандат ласт бы одналась тего который был загубиона плюс любящий израиль знающий весу культуру поддерживающую израиль знаете это было плодотворным нашим служением и общением с братьями бы мы встречались с теми кто иммигрировал в польшу кто пытается измигрировать в польшу мы видим что есть большой потенциал для нашего народа быть там частью того что бог приготовил для них и я верю что для всей европы придет время для пробуждения и мы можем быть частью этого пробуждения мы благодарны богу что еврейский вопрос там всегда поднимается держится на чувствах что необходимо поддерживать еврейский народ не к нему необходимо молиться за него и сегодня я хочу обратиться к многим из нас это программа как мы уже часто говорим как дневник да я хочу чтобы продолжали вот следовать наши поездки и хочу сказать что это только начальная такая стадия того что бог приготовил для каждого из нас каждый день он новый день каждый день это в боге кто-то открывается новое я верю что для многих из вас ли вы посмотрите на свою жизнь вы посмотрите что бог делает уникальные вещи даже если когда кажется что вся жизнь она однотипная поверьте в каждом этапе в каждом времени есть свой цемис с чувствах что бог нас предназначил для этого времени я хочу чтобы мы посмотрели что было в польше и будем смотреть что будет дальше здесь германии мы посетим штутгарт мы посетим виллинген и за это время мы хотели бы чтобы бог больше открывался больше говорил с нами